Перед тем, как занять свое место в музее, экспонаты готовят. Где-то красят, где-то моют, в общем, навозят лоск. Замечу, что это не муляжи, все крылатые машины, в прошлом действующие, и у каждого своя история. К примеру, Ту-154, бортовой номер 85603, в прошлом самолет из правительственного отряда. Когда-то он был закреплен за Николаем Рыжковым, тем самым председателем Совета Министров СССР. С годами в Кремле перешли на новый тип крылатых машин, а этот самолет списали в Оренбург. Он прибыл к нам в салонном варианте. После этого на Самарский завод отправили его, переборудовали в компоновку на 164 пассажирских места. И это один из первых самолетов, на котором Оренбургские авиалинии начинали международные полеты. Ту-154, как и Ту-134, Ан-24, Як-40 не летали уже более пяти лет. А вот АМ-2 и вертолет Ми-8 сняли с полетов около месяца назад. Но их всех объединяет одно. Они эксплуатировались на Оренбургской земле. А в середине августа эти шесть машин встанут в один музейный ряд. Открыть выставку планируют к 85-летию аэропорта. Вот она эта дорога. Дорога въезд в аэропорт. Вот уточненное здание в Рене начинается. И сразу вот справа здесь на въезде, за лесного массива этот музей. Все наглядно видно в проекте. По нему понятно, музей – это первое, что увидит пассажиры, повернув к аэропорту. Пока территория в целый гектар обнесена забором. Там уже начались работы. Закончат к концу июля. К этому времени по плану и все экспонаты обредут свой музейный вид. Сфотографироваться с ними, а также ознакомиться с историей каждого, можно будет бесплатно. Коллекцию выставки планируют постепенно пополнять. Унка Патруша, Вадим Ичаев. Наше время. Продолжение следует...